Доброе утро! На площадку фестиваля спустятся парашютисты. Это действительно так? Да, у нас в этом году особо крупное мероприятие подготовлено. Начнется оно от кинотеатра «Космос». У нас будет большое шествие. Общественная организация организует, будут идти с флагами, с шариками. И, значит, ориентировочно они выходят без 22 и идут в сторону исторического сквера, где будет проходить центральное мероприятие, на котором подготовлены все площадки интересные. И как раз в 2 часа мы ожидаем спуск парашютистов с флагом России. Куда они конкретно предъявляются? Можно узнать? Сам исторический сквер? Исторический сквер, это вот, постоянно говорят, это площадка. Это плотинка. У меня такой вопрос родился. А зачем это нужно? Вот популяризация флага, как это вообще? То есть есть какое-то, я не знаю, ну не негативное отношение к флагу, да? Ну, для чего это мероприятие создано? Ну, в первую очередь, конечно, это патриотическое мероприятие, направленное на поднятие патриотического духа наших граждан. Конечно, каждый год, любое мероприятие, которое системно проводится, оно укрепляется в сознании граждан. И с каждым годом все больше и больше народу приходит поучаствовать вот в таких интересных патриотических мероприятиях. Главной темой фестиваля, насколько я знаю, станет 70-летний юбилей со дня Победы в Великой Отечественной войне. Там какие-то площадки будут посвящены этому событию? Безусловно, это главная тема всего года, юбилейного года Великой Победы. Будет порядка 20 площадок, в том числе фотовыставка, бесконтактная выставка вооружений, легкого, это ружья, это патроны и так далее. Бесконтактная, значит, потрогать нельзя будет. Ну да, у нас есть определенные особенности, федеральные законы, которые запрещают на массовых мероприятиях дотрагиваться. И лучше, чтобы никогда никто не трогал их. Поэтому, да, посмотреть, да, это будет возможно, мы готовим, это будет интересно. Фотовыставку посмотреть, очень много будет различных интересных развлекательных мероприятий. Практически из любого направления, это и у нас будут представители и КВН нашего движения, кстати говоря, ребята победили, у нас тут недавно наша команда Урал, будут там выступать. Значит, у нас будет различная дискуссионная площадка, будет, ребята могут поучаствовать и так далее. Будут еще представлены работы художников наших и граффитистов. Да, да, да. А граффитистов как, вы стену принесете какую-то? Мы стену наносить не будем в этот раз. Мы принесем баннер, который мы повесим на сцену, и ребята прямо на этом баннере абсолютно безопасны. То есть они прямо там это будут делать? Стен, да, они будут прямо там распрашивать. Здорово. Там будет портрет молодой России, очень красивый, уже показали примерный эскиз этого, вот они, этого произведения, и в онлайн-режиме они будут рисовать. И более того, что желающие могут присоединиться и сделать штрихи. Наконец-то это будет легально, да? Да, но это на баннере, а не на стене здания. О, якобы на мероприятие приглашены известные медиаперсоны российского и регионального уровня. Вот кто это будет? Хочется узнать подробнее. Вот в этом плане я сохраню интригу для того, чтобы... Завлекалочка такая. Да, некое завлекало оставить, пригласить. Будут интересные люди, с которыми можно будет пообщаться, фотографироваться, взять автограф. Они будут ходить в том числе в толпе народа. Ой, значит, точно надо идти. И ходите и возьмите автограф. А еще знаю, что будет автопробег. Да, мы планируем по завершению мероприятия провести большой автопробег по нашей центральной части города. Организация организовывает этот автопробег ДОСАВ. Мы также присоединяемся в союз общественных организаций. И совместно, я думаю, что порядка 30-50 машин будет. Больше, как говорится, нежелательно, потому что мы будем создавать проб. То есть машины с флагами, торчащими из окон, точно будут? Конечно. Понятно. Спасибо большое. У нас в гостях был депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Коробейников. Напомним, что патриотический фестиваль «Мой флаг российский» пройдет завтра, 12 июня, в историческом сквере, начало в 14.00. Ну а прямо сейчас в нашей студии выступят участники этого замечательного мероприятия. Смотрим. Я рисую белым мелом облака Я мечтаю, будет день наверняка Это счастье улыбнется с небом мне и моей стране Моя Россия, моя страна Ты так красива во все годы времена Моя Россия, мои друзья Дай Бог нам силы, мы вместе, она семья Сколько можно, вечно спорить ни о чем Сколько можно, буду черпать, реже то Где тот ветер, что расправит крылья мне и моей стране Моя Россия, моя страна Ты так красива во все годы времена Моя Россия, мои друзья Дай Бог нам силы, мы вместе, она семья Спасибо большое коллективу продюсерского центра «Прожектор» за это выступление Прямо сейчас мы узнаем, что же самого интересного произошло в Свердловской области в программе «События» «События»